Ну, я понял. Ну, так-то, если честно сказать, короче, мою фамилию так-то подали в этот Южный военный округ, военкомат, военкомат атак. Я сам пока ничего не делал. Ну, я понял, да. А в связи с этой ситуацией там же людей, как говорят, сейчас нету. Сейчас людей, всех, кого увольняли, так сказать, по беспределу, сейчас обратно вызываю, типа, приходите. Мы вас любим и ждем. Как-то некрасиво поступили. Да. Да, и продолжает твориться. Ну, я думаю, все-таки, вот то, что они коммерческую армию сделали за деньги принимать, вот теперь они это похавали все. Поели, так сказать. Ну, не, я понял, а у нас же как бы есть какая-то внешняя разведка, наверное, или что, или она тогда в отпуске была вся. Я, честно сказать, я в это все не верю. Либо нашего ВВ просто жестко обманули. Просто жестко. Вот свое окружение. Ну, либо, я не знаю, это, как это, ну, не знаю, это как-то смешно. Это смешно просто как-то. Мы думали, что они, как мы приедем, будут нам ноги целовать. Не, это все понятно, да. Но там же, это же для кого-то, это же для нас не новое, как для меня это может быть и новое. Ну, кто там, как взаимоотношения, кто строит, для них же это не новое. Это понятно все. И это все должны были угадать и разугадать. Там же кто-то местные тоже были, ну, какие-то агенты, наверное, тоже были свои же, так сказать. Такое ощущение, как будто в этот период всех в отпуска отправили. Ну, так это чушь идет и все. Вот эти вот чума. Не знаю, как-то неправдоподобно, как раз, как мы не ожидали. Да, не ожидали. Ну, вот тогда хавайте, раз, не ожидали. К сожалению, пацанов жалко просто, понимаешь. Просто пацанов жалко. Ну. Я понимаю, что если там это дети чиновников были там, другое дело там. Но когда вот эти дурацкие, тупорылые решения принимаются, неосведомленными людьми, как-то жалко. Ну, очень многие остались. Там с Кавказа очень много кто пострадал, так сказать, очень много. Да, да, да. Ну, вот когда вот коммерческие люди туда отправляют, вот такая ситуация бывает. Никто не болеет за военное дело, так сказать. У всех в голове деньги, как бы побольше заработать на своем боевом товарища. Может, что-то действительно... Это время такое, что должно было что-то уже поменяться, а на всю жизнь так не могла проходить. Нет, просто они вот эти ситуации, они как бы двойные стандарты используют. Вот, допустим, я знаю пацана, который отказался ехать. Его взяли, документы оформили, уволили. А знаю в другом месте, ну, я не знаю, может, они вот это тоже статистику ведут, русские, нерусские. Командир полка в ППД спросил сразу, поднимите руки, кто не желает ехать. Начальник строевой поднял, там майор один есть, поднял руку. Я, говорит, я не поеду, говорит, он не собираюсь там погибать, говорит. Ну, он говорит, ну, не хочешь, не едь, и доставил его, короче. Ага, ага, понял, понял. Понял, понял. Как-то так. Ну, если что-то будет, я тебе тоже дам знать. Но пока такая обстановка, пока я же говорю, пока сам уже не сувался. Особо не суюсь. Да, полным ходом наборы идут, я тебе так скажу. Ну, конкретно по нам, по офицерам неизвестно, что там вообще происходит, я тоже не узнавал. Ну, по контрактникам знаем, что по людям очень сильно идут наборы. Но люди не идут, короче. Как мне сказали, добровольцы, говорит, больше идут, говорит, чем таких. Хорошо, брат, хорошо. Давай, не пропадаем на связи. Спасибо, что позвонил от души. Да, не, все нормально. Все четко. Все, давай, рад был слышу. Давайте успехов. Продолжение следует...